Всем привет! Меня зовут Пётр Воликов, это Спорт Шрёдингера и у нас выпуск про бокс. Главная новость недели в казахстанском спорте. Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии IBF средневеси. Ой, баба! Что ты сделал, Геннадий? При этом у Геннадии остаются ещё два титула и есть уже назначенный соперник. Сейчас я расскажу, что значит отказ Геннадия и почему это даже хорошо. Ещё я отвечу на такой вопрос, сможет ли Женебек Алимханулэ побиться за освобождённый Геннадием пояс. Также я подберу несколько вариантов для следующего боя Головкина. Кетка! Привет, мой! Давай, налетай! Друзья, второй выпуск за неделю и будет ещё по секрету расскажу третий. Вау! Буду благодарен, если оцените наши труды лайком и комментарием, а также подпиской. Польза от таких действий больше, чем от пояса IBO для Головкина. Не забывайте заглянуть в закреплённый комментарий, где лежит нужная для вас ссылка от наших друзей из букмекерской компании Тенниси. Кей-Зет. Рахмет, а теперь Геннадий. Об отказе Головкина от пояса миру сообщил его обязательный претендент, бразилец Эскива Фалькао. Я на него подписался, он постит фотки жены постоянно. Где фотка про, как Геннадий и поясу так отказываются? Нет, не хочу его больше. Не сам Фалькао, конечно, сказал, а через своего кореша, бразильского журналиста. Головкин отреагировал спустя один день устами своего адвоката. До возраста за 40 лет о жизни, планах и мыслях Геннадия мы узнаём через адвоката. Сам он не говорит, пересмотрел, по-моему, американских фильмов, где за него говорит постоянно какой-то другой человек. Его инстаграм и твиттер не обновлялись 25 октября. По секрету скажу, если увидите посты, значит у Геннадия пошло оживление по бою. Короче, это такой лайфхак. Если Геннадий начинает писать что-то там в твиттере, значит скоро будет его бой. Ну а если вы не подписаны на твиттер Геннадия, вы можете всё это увидеть в инстаграм и телеграм спорта Шрёдингера. Короче, вот что сказал адвокат Джон Хорневер в комментарии инсайдеру Дэну Рафаэлю. Во-первых, он несколько раз повторил, Геннадий не завершает карьеру, а ищет для болельщиков лучший бой из всех возможных. Бой с Фалькао невозможно сделать, поэтому Геннадий решил освободить титул. Всё-таки Эскива давно стоял в очереди и заслужил всей карьерой побороться за этот пояс. Кстати, есть у Головкина с бразильцем кое-что общее. Оба финалисты Олимпийских игр. Ещё адвокат Головкина дал вот такой вот инсайт. У Геннадия сейчас нет телевизионного контракта, но Дазон заинтересован в продолжении сотрудничества с ним. Головкин предлагал Дазон устроить бой с Фалькао, но там ответили, заинтересованный в боях с тем-то и тем-то, но только не с Эскивой. Понять логику Дазон в принципе можно. Предыдущий контракт Геннадия на 100 миллионов за 6 боёв так и не отбился. Логики вкладываться в бой ветерана с небольшой интригой уже нет. Фалькао выступает в Испанской Ла Лиге в Райо Валикан. Не тот Фалькао. Шучу. Мы про Эскиву. Эскива Фалькао выступает под эгидой Топ Рэнк. Это та компания, где главный Боб Арум и где наш Жанебек Алимханулы. У Топ Рэнк телевизионный партнёр ESPN. И судя по всему, там даже не взялись организовывать такой бой. Я думаю, что у ESPN был интерес к такому поединку, но вкладывать большие деньги они не хотели. А Головкин вряд ли выйдет за какие-то 2-3 ляма. Это не уровень Гены. Это так похавать чисто жесть. В Донирку сходить на Манхэттене. Чтобы вы понимали, за Стива Роллса Гена получил 15 лямов, а за Трилогию с Канелло ещё больше. Там такая нормальная котлета была. Весь бюджет Караганды и Железа получил за Трилогию с Канелло. Это шутка. Мы за Гену. У Геннадия уже была предыстория с IBF в 2018 году. Он лишался этого титула. Тогда пояс у Геннадия забрали за отказ драться с Сергеем Деревянченко. У Геннадия сорвался незамедлительный реванш с Канелло из-за допинга у Мекса. Головкин для промежуточного варианта выбрал американского армянина Ванесса Мартиросяна, который представлял меньшую угрозу и намного популярнее в Калифорнии. По иронии судьбы Геннадий с Деревянченко подерётся за титул как раз-таки IBF. Но это уже будет в 2019 году. Про IBF стоит сказать самое главное. Это единственная большая боксёрская организация, которая строго соблюдает свои правила. Если ты там официальный претендент, ты точно получишь бой за титул. После Головкина IBF лишала титула Канелло, а до этого Тайсона Фьюри. Короче, совет всем казахстанским проспектам. Двигайтесь по линии IBF. Она самая надёжная. В ближайшее время IBF назначит официально поединок между первым и вторым номером рейтинга Фалькао и австралийцем Майклом Зерафой. Интересно, что Зерафа хотел привести поединок с Головкиным к себе на родину, где правительство ради развития туризма готово финансировать громкие бои. Посмотрим, что выберет Зерафа. Шанс на титул или бой с легендой. В комментариях телеги в инсте спорта Шрёдингера у нас многие спрашивали, сможет ли же Нибег прямо сейчас побороться за пояс IBF? Отвечаю, к сожалению, не сможет. Боксерские организации не разрешают своим чемпионам мира бои, где один титул вакантный. Я не нашел таких случаев. Если найдете вы, пишите в комментариях, мы будем знать. И у нас будет больше познаний о боксе. Жаннику нужно, чтобы у IBF появился постоянный чемпион, и тогда можно смело объединять пояса. Этому нет преград. И желательно, чтобы это стал Фалькао. Так легче будет договориться. Есть Боб Мрза Арум, который скажет, давай, давай. Важное еще про Геннадия нужно проговорить. Он сейчас в таком возрасте и своей карьерой заслужил, что пояса уже не играют значение. Возможно, теперь без обязательств у IBF у Геннадия будет больше опций и больше выгодных вариантов. Пока же голова Геннадия занята договоренностью с WBA. Там его обязали договориться до 23 февраля с регулярным чемпионом кубинцем Эрис Ланди Ларой. В своем интервью адвокат Головкина предупреждал, если WBA будет настаивать на бои как IBF, возможно, будут такие же проблемы. Видимо, намекает, что могут освободить титул. Но тут не стоит паниковать. У WBA мало того, что куча чемпионов, так и они свои правила абсолютно не соблюдают. Например, обладатель титула до Головкина Мурата стал суперчемпионом после года без боев. А до встречи с Геннадием не выходил на ринг больше двух лет. Но не было даже намека на лишение пояса. У промоутеров Лары тоже свои планы. Он выступает на проекте Премьер Боксинг Чемпионс. Это телеканалы Шоу Тайм и Фокс. Сейчас в разработке бой Лары с бывшим чемпионом мира в двух весах американцем Дэнни Гарсией. Для PBC чемпион Гарсия выгоднее чемпиона Лары. А свести Гарсию потом с Головкиным тоже супер вариант. И по деньгам, и по интересам. Короче, я не удивлюсь, если команда Лары согласится еще подождать. А WBA не будет настаивать на соблюдении своих правил. Все-таки Премьер Боксинг Чемпионс больше всех устраивает бои за их титул. Короче, платит больше всех взносов. И вообще главная причина, почему придумываются регулярные временные золотые и другие всевозможные пояса. Фанаты бокса ругаются, но охотнее смотрят бои, где на кону хоть какой-то пояс. Плюс, даже мой ремень, хотя бы такой, и то будет охотнее смотреться. Короче, ТВ, рейтинги не врут. Короче, это я так отыгрываю задумчивость. А все потому, что если не Лара, то кто? Самым очевидным вариантом кажется Хайми Мунгия. 41-0, бывший чемпион мира, мексиканец, приносит деньги, популярный и на бумаге имеет шансы на победу против Геннадия. Но есть один жирный, как я, минус. Промоутер Мунгии Оскар Деллахоя. У Головкина с ним суд за 3 миллиона денег за первый бой против Канело. Оскар единственный человек в мире бокса, которого Геннадий обещал убить, если тот выйдет с ним на ринг. Короче, шансов на этот бой практически нет. Головкин не хочет работать с Деллахоей. Ну и если хотите, мое мнение. Мунгия мне видится легкой работой даже для 41-летнего Головкина. Жаник его тоже может на изи разобрать. Как конструктор просто. Как изоленту размотать в синюю. Какие еще варианты для Головкина? Супер вывеской будет бой с Джермалом Чарло. Американец уже почти 2 года не выступает якобы из-за травмы. Но до сих пор держит пояс чемпиона WBC в среднем весе. Возможно, Чарло нужен будет разминочный поединок. Поэтому бой с ним, если и возможен, то уже в конце 23-го года. Джермал тоже выступает на Шоу Тайм и Фокс. Телевизионный канал для Геннадия не будет проблемой. Есть и другие интересные варианты на Шоу Тайм и Фокс. Геннадий в трилогии из Канело показал, что не затерялся бы в супер среднем весе. Может быть, нахер этот средний вес? Например, в новом дивизионе Головкину можно сделать бой с кубинцем Дэвидом Мореллом, регулярным чемпионом WBA, который в последнем бою победил Айдоса Ербасынулы. Ну а после победы над Мореллом Головкин мог бы выйти на победителя самого громкого поединка дивизиона в этом году. Это Давид Беновидис против Калиба Планта. Правда, есть проблема с Беновидисом. Давид с 15 лет ездил спарринговаться с Геннадием и признает, что именно Гена сделал из него монстра. Возможно, такое близкое отношение помешает случиться бою. Но это все мои розовые мечты, короче. Так, просто пофантазировали. Типа, а может быть вот так, а может быть вот так. В итоге Гена выскочит с Фалькау. Еще одна моя фантазия и супер вариант. Бой хоть с Кента, хоть даже с соперником уровня Шереметы, но где? В Казахстане. Где-где в Караганде, но хотелось бы в Алмате. Мы бы с влогом съездили туда. Кстати, бой с Фалькау мог пройти как раз таки в Казахстане. Об этом сообщал все тот же журналист, от которого мы узнали про лишение титула. Мне кажется, Головкина с удовольствием посмотрели бы и в Британии. Тем более, там есть три имени. Лиам Смит после сенсационной победы над Крисом Юбинком бросил вызов в Triple G. Правда, Лиама стопорит пункт о реванше. И Юбинг, если закроет поражение от Лиэма, тоже может стать хорошим вариантом. Бой будет кассовым. Ну и Билли Джо Сондерс. Да, он уже не дерется два года, но официально карьеру не завершал. Билли годами раскручивал возможный бой с Геннадием. Он умеет эпатировать и большой чек, возможно, убедит его. Ну и еще один плюс в Британии. Можно не зависеть от американских каналов. Скайспорт вполне может найти крупную сумму для Геннадия. Короче, здесь можете поставить на паузу наше видео, открыть выступление Турсунбека Хабатова в КВН, где он говорит чай фантазеру. Послушайте это, потом вернуться к нам. Потому что из всех невозможных вариантов условный подъем Геннадия в полутяжелый вес с удобным соперником или даже соперником мешком. Просто для факта выступления в новом весе и легкого способа придумать интригу. И еще один невозможный вариант бой с каким-нибудь престарелым ветераном типа 47-летнего Серхио Мартинеса. На пике карьеры аргентинец игнорил Геннадия. А сейчас такой поединок явно не нужен уже гений. Ну и совсем фантастика увидеть Геннадия в бою типа МакГрегор или Мейвезер или против Джека Пола. Головкин тогда назвал эти поединки цирком, вряд ли он поменялся. На сегодня все. Новостей про Геннадия не так много, к сожалению. Кстати, он переехал, теперь живет с тремя детьми и женой не в Калифорнии, а во Флориде. Мама ездила к нему, это я в инстаграм Максима заглянул. А что думаете вы, кого хотели бы видеть следующим соперником Геннадия? Пишите в комментариях, в описании, ссылки на телеграм и инстаграм спорта Шрёдингера. Обязательно, пожалуйста, подписывайтесь и там, и здесь. Алга Казахстан, Геннадий вернется, он победит, мы победим. Пока.